Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня понедельник, 24 июня, московское время 15.150 минут, и мы начинаем наш регулярный вебинар по понедельникам, посвященный анализу главных событий в мировой экономике, и если это как-то связано с рынком, то и политике, всему, что происходит, ситуации на главных рынках, главных рыночных активах, что было в последнее время, что будет в ближайшем будущем. Итак, мы начинаем. Моя фамилия Макаров, зовут меня Михаил, я работаю в компании ИнстаФорекс Аналитикум и преподавателем. И, если вы хотите смотреть этот вебинар не в записи, а хотите непосредственно на нем присутствовать, то вы можете это сделать, найдя в интернете сайт компании ИнстаФорекс, найдя по поиску на этом сайте расписание вебинаров, и пройдя по этой ссылке, вы сможете знакомиться с вебинаром непосредственно в момент его проведения. Добрый день, Александр. Я вижу, вы подключились. Я не знаю, можете ли вы писать сообщение, но если можно, можете там написать, нормально ли слышно. И я вот, собственно, начинаю переходить к сути вебинара. Какая ситуация вообще в мировой политике, в экономике, что происходит в мире самое главное. Ну, можно было бы, наверное, сказать, что ситуация на прошлой неделе была достаточно спокойна. Но, как мы понимаем, в мире происходит, как минимум, два больших военных конфликта. В Европе, в Восточной Европе, на территории Украины, продолжались активные боевые действия. Тем не менее, в данный момент можно сказать, наверное, что интенсивность боевых действий остается высокой, но нельзя сказать, что она снижается. Но, с другой стороны, линия фронта в Украине более-менее стабилизируется. То есть, какие-то значительные изменения, они практически иссякают. То есть, происходит некоторая в данный момент стабилизация. Нельзя сказать, что все полностью остановилось, но вот есть некоторая такая тенденция, скажем, последних там нескольких недель. Вот, так сказать, кто следит постоянно за событиями, может заметить, что динамика, так сказать, изменений, она значительно снизилась. Ну, вот последние дни уже, да? Ну, будем смотреть, что происходит. С другой стороны, ситуация на Ближнем Востоке, она, так сказать, начинает очень, я бы сказал, обостряться. Что происходит? Израиль практически полностью зачистил сектор газа. Так сказать, происходит зачистка последнего города Россия на границе с Египтом. Израиль полностью контролирует уже линию, собственно, границы между сектором газа и Египтом. Но при этом, поскольку, так сказать, войска Израиля были отведены из остальной части газа, туда возвращаются, вместе, так сказать, с потоком мирных жителей, возвращаются боевики Хамаса, и там возникают, так сказать, новые столкновения. Так, вот Александр поднял руку, если бы я знал, как это можно, так сказать, можно запустить. А можете ли вы, Александр, написать мне сообщение? Если вы, так сказать, если у вас есть какое-то сообщение, не голосом, потому что я не очень понимаю, как в режим голоса перевести. Если вы можете написать сообщение, напишите, пожалуйста, что у вас было. Что вы хотели бы мне сообщить? Так, а вот чат. Если есть вопрос, вы можете его задать, я просто сейчас напишу. Ваш вопрос. Так, я вообще-то написал. Вы можете написать. Я думаю, что я, значит, в этом чате должен увидеть ваш ответ. Так, хорошо. Ищет дальше. Я пока продолжаю. Значит, но по мере того, как боевые действия, так сказать, в секторе газа, хотя и, так сказать, движутся в некотором, так сказать, к концу, был даже разговор о том, что к концу июня месяца, так сказать, так или иначе там ситуация завершится. Однако, все больше разгорается ситуация на севере. Как известно, с севера, из территории Ливана, другая террористическая... А, звука нет? Так, это я не понял. У меня, как бы, звук есть. Нет, у меня звук включен. У меня звук включен. Так, секундочку, я проверю. Ой. Выпускать. Нет, у меня звук есть. У меня звук есть. Попробуйте, пожалуйста, свой, это самый, проверить свой динамик. И включил звук снова. Напишите, пожалуйста, сейчас есть звук или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо. Ну, я продолжаю, в общем. Ну, ладно, хорошо. Я, как бы, тогда сворачиваю это вот. Да. Так, что ещё могло бы быть? Хорошо, я продолжаю. Значит, с севера продолжаются обстрелы, так сказать, со стороны хизбау и территории Израиля. И были сообщения, что Израиль подтягивает войска к границе и тяжёлую технику. И тоже было много сообщений разной степени, так сказать, достоверности, что буквально вот, так сказать, в последний день, там, июня, первый день июля начнётся операция по выдавливанию, так сказать, хизбаллы с границы Израиля с Ливаном и создание там некоторой зоны безопасности. Там находятся голландские высоты. И если, так сказать, израильская армия отодвинет на несколько километров вглубь Хизбаллу, но это уже будет на территории Ливана, то тогда, конечно, обстрелы с севера существенно снизятся и, возможно, как бы прекратятся. Вот. Значит, теперь, что касается рынков. Вот ситуация на рынке, скажем, была достаточно спокойной в течение прошлой недели, чему, в общем, способствовало и то, что, так сказать, что был в середине ещё недели выходной. То есть, 19 июля был выходной, поэтому неделя получилась такая разорванная. Было два дня, значит, перед выходным, после выходных два дня торговли. То есть, такая сокращенная разорванная неделя. Вот. Рынок США, я бы сказал, что он пытался, так сказать, начать коррекцию, но пока, во всяком случае, вот это слева, так сказать, второй график. Вот график, так сказать, S&P 500. Мы видим, и мы видим, что уже практически пять торговых сессий фактически в очень узком диапазоне на самых максимумах находятся S&P 500. То есть, рынок пытается начать коррекцию, но кто-то постоянно, так сказать, даже с небольших откатов покупает, и рынок продолжает оставаться, так сказать, на годовых максимах, они же исторические максимы. Что выходило? На прошлой неделе вышел отчет по розничным продакшам, retail sales, и, так сказать, они, в принципе, вышли чуть более скромными, чем ожидалось, но, так сказать, никакого какого-то фантастического падения не произошло. Значит, вышел новый отчет по недельной безработице 20 июня, в четверг, естественно, и вот он показал некоторое смягчение на рынке труда. То есть, если длительное время где-то 200-210 тысяч были еженедельные заявки, то сейчас они перешли в диапазон где-то 220-230 тысяч. То есть, небольшое, но существенное, так сказать, тем не менее существенное, как бы, увеличение произошло, вот, и, так сказать, и это некоторое смягчение, в принципе, рынок может реагировать на него и достаточно, как ни странно, позитивно, потому что рынок все ищет поводы, за которые можно было бы зацепиться для того, чтобы начать ожидать от Федерального резерва снижения ставок. Дело в том, что мы понимаем ситуацию, стратегически выглядит так, что ставки ФРС, они находятся, так сказать, 5-5-25 процентов, это, в общем, 20-летний максимум. Но инфляцию им так и не удается пока свести, так сказать, она существенно снижается, но до 2-2,5 процентов им довести так и не удается. Поэтому, скорее всего, так сказать, и в сентябре даже не будет, хотя, так сказать, сейчас примерно половина рынка ожидает, что в сентябре будет снижение на 0,25, но может быть не будет даже в сентябре, а может быть только в декабре, а может и в декабре вообще не будет. Это зависит уже, так сказать, плавно переходим к тому, что у нас по календарю на новую неделю, вот с 24 по 28 июня. Значит, вот 25 июня индекс потребительской уверенности, 25 июня, то есть, собственно, завтра у нас во вторник, да, то есть в понедельник никаких важных новостей нет. 26 июня продажа новых домов, 27 июня в четверг, соответственно, выйдет новый отчет по занятости за неделю, значит, заказаны товары длительного пользования и выйдет отчет по ВВП. Казалось бы, отчет по ВВП вроде бы это очень важное дело, но дело в том, что это третье чтение. Для тех, кто не в курсе, я напомню, что в ВВП Соединенных Штатов каждый месяц выходит, так сказать, уточненное значение. То есть, вот это квартальное, тем не менее, то есть, вот заканчивается второй квартал, соответственно, у нас сейчас идет январь, февраль, март, первый квартал, июнь, значит, вот первый месяц идет до самого, первый месяц, извините, заговорился, значит, апрель, май, июнь. То есть, идет как раз последний месяц второго квартала, вот, и новые данные по ВВП действительно важные, они, естественно, выйдут в тот месяц, который будет первым месяцем уже третьего квартала, то есть, в июле, то есть, в конце июля вот это будет важно, а сейчас всего-навсего третье чтение за первый квартал, то есть, ничего там серьезного ожидать не надо, вот, но, но параллельно с этим всегда на следующий день, а это будет, значит, пятница, там, 28 июля, у нас выйдет отчет по личным доходам и расходам, то есть, персонал, income и spending, то есть, личные доходы и расходы, так сказать, американских потребителей, и главное, что индекс инфляции PCE, то есть, индекс инфляции по потребительской корзине товаров, это привилегированный индекс инфляции для Федерального резерва. Вот, если он выйдет сильно в ту или другую сторону, то есть, если он покажет рост, то это будет говорить о том, что ФРС вообще не будет ставку снижать, это, соответственно, повлияет на рынок, либо, если он существенно снизится, то тогда рынок может показать, как ни парадоксально, рост на этом, на этих данных, потому что тогда увеличится шанс, что ФРС снизит ставку. И, в принципе, на этом ожидании может рынок около максимума ФРС провести, но более логично, на самом деле, было бы, вот мы сейчас смотрим график S&P 500, более логично, если бы он откатил хотя бы до 50-дневной средней. Теперь уже снова, как бы, не так уже и недавно, значит, последний раз 50-дневную среднюю мы посещали, значит, это было у нас, там, 3-5 июня. Вот, то есть, уже почти, так сказать, 3 недели мы не, так сказать, не, а, нет, извините, я, конечно, ошибаюсь, знаете, что-то я сегодня немного ошибаюсь. Вот, и был заход касания среднего, был, значит, 31-го, 31-го мая. Вот, 31-го мая, вот, был заход из, вот, то есть, 24 дня уже торговых мы, 24 дня мы не посещали, так сказать, индекс S&P 500, 24 дня не посещал 50-дневную среднюю, и до неё, в принципе, довольно далеко. То есть, мы видим, что текущее значение индекса 5463, там, 3, и здесь 5251, то есть, средняя. Получается, разница 200 единиц, это примерно 4%. 4% доходности тоже на торги не валяются, поэтому я думаю, что крупные игроки, они ждут сейчас около 50-дневной средней. Если когда, а, скорее всего, это случится, так сказать, рынок откатит до 50-дневной средней, то оттуда, вот, есть смысл, вот, так сказать, начинать покупки рынка США. Если мы посмотрим более долгосрочную картину, мы видим очень сильный, очень сильный рост, существенно более, так сказать, с наклоном наверх, чем предыдущий. И этот рост начался, ну, вот, на недельном графике, да, так сказать, этот рост начался у нас с... С конца октября 2023 года, то есть, с начала ноября, да, соответственно, он идет ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. То есть, 8 месяцев. 8 месяцев очень сильного роста, была одна коренция на этом росте, Но, все равно, если мы посмотрим, насколько, как бы, выросло, да, Вот у нас, кстати, этот рост стартовал с 430 по индексу, То есть, соответственно, он прошел 1300, 1300 пунктов по индексу, А начался с 4, 1300, это, извините меня, то самое, от 4 тысяч, это примерно 25%. То есть, это много, на самом деле, много, так сказать, для индекса S&P 500, 25% это много. Всего-навсего, значит, за 8 месяцев, меньше, чем за год. Поэтому, на самом деле, глубокий откат, он вполне себе даже, так сказать, напрашивается. Поэтому, я думаю, что многие, так сказать, уже зафиксировались и нацелены, значит, здесь покупать. Поэтому, если кто, как и я, например, рассматривает инвестиционные какие-то стратегии по индексу S&P 500, Несомненно, сейчас покупать не стоит. Цена очень высокая, очень, как бы, не такая невкусная. Нужно будет начинать аккуратно покупать. Когда вы увидите, что дневной график S&P 500 коснулся, по крайней мере, 50-дневной средней. Но, причем, сейчас уже, так сказать, 50-дневные, 100-дневные, они сблизились очень сильно. То есть, есть такое предположение, что будет одновременно, фактически, касание 50-100-дневных. Здесь будет очень сильная поддержка. Отсюда можно будет купить. И, если, так сказать, экономия-то Соединенных Штатов не сломается, так сказать, и не будет какого-то перелома до конца, так сказать, этого года, Это значит, что будет рост. Будет, так сказать, собственный рост. И мы тогда, с большой вероятностью, до конца года мы эти максимумы снова повторим. То есть, сейчас вот образуется максимум. Рынок откатит. Мы, значит, закупимся, и потом мы увидим этот рост, и у нас уже будет в запасе вот эти, хотя бы, там, 4-4,5% доходности. Вот, собственно, как бы, собственно, такая история. Так, значит, дальше продолжаем. Теперь, что у нас, что можно сказать по поводу второго важного актива. Вот евро-доллар, да? Евро-доллар, это у меня, опять же, дневной график. Мы видим такой канал, слабонисходящий. Он почти горизонтальный, на самом деле. Вот. И, так сказать, есть сильная поддержка. Есть сильная поддержка. Вот мы ее снова, значит, сейчас повторяем. Она находится у нас практически на уровне 1,0660. Вот этот 1,0660, его очень сильно, так сказать, европейская валюта покупает. Несмотря на то, что, так сказать, параллельный, как бы, инструмент, это вот индекс доллара, он вроде бы показал нарост. То есть, он здесь вот этот тоже дневной график. Он пробил всякие фрактальные уровни дневные наверх. Закрылся. Еще раз там пробил. Ну, вот он снова начинает отступать. То есть, крупные игроки вступились, как бы, за покупки европейской валюты из-под 1,07. Мы тоже стоим в покупке. Вот, если вы можете здесь видеть, что вот у меня куплено 1,0676. Но я поставил стоп. Я не собираюсь, так сказать, долго очень держать. Я поставил стоп вот ниже этого лоу, которое было у нас, я сейчас скажу, когда. Там это лоу, которое было еще, так сказать, в середине апреля, 16 апреля. Если ниже этого лоу уйдет, то я тогда буду, так сказать, с убытком уходить из этого мероприятия. Но пока я по-прежнему считаю, что европейская валюта может начать рост. И вообще рост в направлении 1,12 и дальше и дальше. Там и 1,15 и 1,22 может показать рост. Я думаю, что это очень сильные сейчас низы. И поэтому я, как бы, начинаю закупаться, так сказать, в перспективе на длительный рост. Хотя я могу, как бы, быть неправ. То есть, ну, как всегда, может что-то измениться, да? Вот. Собственно, мы видим, что у нас скоро, значит, через 20 минут открывается рынок США. И пока, судя по всему, он все-таки настроен начать коррекцию. То есть, несмотря на длительную борьбу, вот мы видим на читалом графике, идет попытка, значит, начать коррекцию. Мы не знаем, получится сегодня у рынка США показать коррекцию или нет. Но я, например, эту коррекцию ожидаю. Вот такая ситуация. То есть, с одной стороны, значит, идут два горячие конфликта в мире, довольно сильные. Но они, как бы, развиваются стабильно. Никаких каких-то новых тут ситуаций нет. Значит, что, повторю, что мы ожидаем на этой неделе на календаре. Значит, завтра потребительское доверие может, как бы, немножко подергать рынок США. И вот в четверг новые данные по безработице. И главное в пятницу, то есть, главное все ожидаем в пятницу, отчет по инфляции и ПСЕ. Вот там тоже. То есть, если, как бы, рынок у нас не будет, так сказать, не определиться до пятницы, то в пятницу, возможно, очень сильное коррекционное, как бы, движение по американскому рынку. Спасибо, в общем, за внимание. Все, что я вам сегодня хотел сказать, я сказал. И до понедельника, до следующего, так сказать, в 16.00 по московскому времени, как всегда, мы снова, значит, будем продолжать наше вот... Это наше наблюдение за состоянием мировой экономики, политики в режиме вот таком, еженедельных обзор. Большое спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok